Акции одной из фармацевтических компаний в моем портфеле за день выросли на 25% с лишним. Что произошло? Ну и другие новости сегодня в видео. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно осматриваю свой портфель из акций на СПБ. И вдруг вижу, что акции одной из компаний вот так вот свечкой взлетели вверх. Что же произошло? Это компания Alexion Pharmaceuticals. Посмотрите, вот это произошло 14 декабря. Эти акции я взял давно, очень давно. Но я просто смотрел, какие акции купить и рассматривал рекомендации и всякие обзоры. Ну, во-первых, вы видите, что у меня сейчас большой крен в сторону фармацевтических компаний, потому что сейчас идет эпидемия коронавируса. И я думаю, что вопросом здравоохранения будет уделяться повышенное внимание. И поэтому у меня большой крен в сторону фармацевтических компаний. Только поэтому. И вот среди фармацевтических компаний Alexion Pharmaceuticals Павел Пахомов регулярно о ней говорил, что это очень перспективная компания, очень хорошая. Там ряд разработок. Также Дмитрий Солодин рассказывал о том, что, в общем, да, там делал анализ, то же самое. Я решил купить акции этой компании по 156 долларов в свое время. И, в общем, не жалею. Вот. Ну, купил и купил. Она, вот, посмотрите, болталась достаточно долго. Вот. Ну, то есть она... Там, ну, были периоды падения, наверное. Я не помню, когда я ее купил, честно говоря. Вот. Ну, просто купил и держу, купил и держу. Вот. И, да, она выросла. Ну, и хорошо. Я купил ее по 100... Ой. Вот здесь написано средняя цена покупки. А, 105, да. Вот она, 105. 105 долларов. Вот. Ну, две акции купил в портфель просто, ну, как... Сейчас это 8,38, было меньше процентов от портфеля. Ну, и держал. И, ну, выросла она. Ну, вот, хорошо она выросла со 105 до 120 долларов. Очень хороший рост. Вот. Ну, я просто держу и все. У меня такая стратегия, что... А акции... Ну, я решил, что я буду держать и все. Ну, иногда докупать какие-то акции. Вот. И вдруг смотрю, вот, она стрельнула. Что произошло? Ну, произошло следующее. Компания действительно очень хорошая. И... Давайте посмотрим, что же произошло. Вот, я включил поиск на БКС. Значит, мне понравилась больше всего статья. Акции Alexion Pharmaceuticals, американской биотехнологической компании, производитель лекарств от редких иммунных заболеваний, растут на 30% на премаркете торгов. Понедельника после сообщения о покупке компании английской AstraZeneca за 39 миллиардов долларов. Акции последние дешевеют на 6% в Лондоне. Alexion была оценена в 175 долларов за акцию, что на 45 выше цены закрытия в пятницу. Давайте смотрим еще раз. Возвращаемся в 175 долларов. Сейчас она 156 до 175. Ей еще можно подрасти, как бы, да? То есть, вот так вот ее оценили. Еще на 9%. Вот. Как бы есть потенциал. Но я ее, в принципе, не собираюсь продавать. Просто радуюсь, что вот так произошло. Так бывает иногда. Вот. Но если обзор сделать, то давайте посмотрим на другие акции. Вот Элилили. Эта акция тоже фармацевтической компании. Вы видите, что вот она, вот цена покупки у меня. По 144, сейчас 171 доллар. Давайте посмотрим, насколько они выросли у меня. Ну, есть люди, которые спрашивают, за сколько годовых можно получить на акциях. Ну, в данном случае это, ну, примерно 18% в долларах. За какой срок? Ну, я думаю, что меньше, чем за год. Так, это примерно. Да, примерно за год. Вот. Примерно за год они выросли у меня на 18% в долларах. Сина Корпорейшн. Это китайская компания. Основной акционер мессенджера Weibo. Ну, вы видите, что тоже есть рост относительно покупки. Рост на 27%. Очень неплохой рост, но просто держу китайскую компанию. Посмотрите, там было падение, и я ее на падение взял. Ну, вот, китайские компании, они очень специфические, но я считаю, что китайские компании надо иметь в портфеле. И одна из них, вот она. Это на 11%, однако, активов. У меня было больше, я их часть уже продал. Вот. Экселиксис компания, тоже, насколько я помню, фармацевтическая. Вот обратный результат, вы видите. Тоже не собираюсь продавать. Сейчас она дала мне минус 18%, то есть минус 95 долларов. Итого пока в сумме плюс 74, да? Тинькофф кредит, кредитные системы, вот они, значит. Давайте посмотрим, насколько они выросли. Тоже не собираюсь продавать. На песни 57% выросли Тинькофф у меня. Вот. Сейчас 8,9% от портфеля. Мэйсис очень здорово вырос у меня. Ну, все говорили, что он находится на совсем низких позициях, потому что из-за коронавируса они потеряли очень много. И поэтому Мэйсис у меня вырос вот настолько. 46,93%. Ну, потому что он совсем-совсем был упавший. То есть вот, вот так вот, вот видите, да? Это вот начало коронавируса, вот здесь вот, и понеслось. Это сеть американских гипермаркетов. Ну, Alexion вы видели только что. Найк. Найк, ну, у меня здорово вырос и продолжает расти. И вот сейчас я видел рекомендации Найк покупать. Вот так. То есть, ну, я держу, потому что Найк это розничные товары. У меня в портфеле представляют 44% в плюсе. Ну, то есть, все говорит о том, что акции надо покупать и держать надолго. Пока что у меня только одна в минусе, вы видим, да? На текущий момент Tata Motors Incorporated. Это индийская компания. Я говорил, что, в общем-то, неплохо иметь индийскую компанию. Вот, пожалуйста, индийская компания. 108% она у меня дала. За какой срок? Ну, где-то за полгода. Так, что у нас дальше? AMD. Американская компания, производитель микропроцессоров, конкурент Intel. Ну, они там, прорывные технологии и так далее, нанотехнологии. Ну, вот где-то здесь я ее и купил. Вот здесь вот было много про нее. Ну, вы видите, это в июле месяце. Было много статей, что AMD, там прорыв, там, значит, там, производство, там, все хорошо. Я решил купить AMD, потому что у меня не было производителей электроники. То есть, вот, по секторам, понимаете? Смотрите. Медицина здравоохранения, Китай. Медицина здравоохранения, банк. Розница. Медицина здравоохранения. Товары широкого потребления. Индия, автомобили. Advanced Micro Devices, Америка, электронные, производство электроники. Следующий, Pfizer. Pfizer сейчас у меня в минусе. На текущий момент, вот, в минусе. В каком? Давайте посмотрим, сколько минуса она мне принесла. На самом деле, это не совсем минус. Сейчас вы это увидите. Минус 4,27%. Было и больше у меня. Потому что Pfizer у меня, насколько я помню, давно. Очень давно. Где-то я его взял вот здесь. Уже полтора года. Вот. За полтора года, как вы видите, она, ну, так сказать, росла-падала, росла-падала. Регулярно платит дивиденды. Но недавно прошел, значит, там, говорили, что у нее там проблема. Она хочет разделиться, там, какую-то, скажем, какую-то компанию отделить, какую-то купить. И недавно это произошло. Поэтому у меня, кроме Pfizer, вот здесь вот, минус 8,15%, у меня добавилась еще одна акция компании Viatris. Вот она, которая плюс 17 долларов. Итого у меня минус 8, плюс 17, получается, плюс все-таки больше, чем 8 долларов. Ну, то есть, плюс 4% за полтора года. Не так много. Но плюс там регулярно я получаю дивиденды от нее. Крохотные. Xilinx. Это Xilinx. Электронные компоненты тоже, так сказать, микросхема. Ну, очень хорошая компания. Где-то ее хвалили, я и решил купить. Не так давно я ее купил. Примерно вот здесь, наверное. Ну, летом, судя по всему. 13.06.2020. Где-то вот здесь. И, соответственно, с июля месяца, за полгода, она мне дала доходность 64%. То есть, вы видите, что стратегия купить и держать оправдывает себя очень даже неплохо. И поэтому я думаю, что я буду ее придерживаться. Cisco Systems, ну, насколько я помню, у меня в убытке. Ну, она уже сейчас наращивает. Это тоже электроника американская. Тоже вот, ну, как бы у меня получается уже раз, два и AMD. Три компании, достаточно много. Это сектор электронных, ну, электроники. Reata Pharmaceuticals, это еще одна фармацевтическая компания американская. И она у меня также в убытке в данный момент. Вот. Ну, сейчас скажу, насколько процентов. Минус 43%. И вот мой самый большой пролет, это компания Ionis Pharmaceuticals. Ой, она уже начала расти. Но она, в общем-то, сказать, там в большом пролете по текущий день. А, минус 9.26 уже не так много. Reata больше всех потеряла. Вот такие у меня результаты. Ну, для чего я это рассказываю? Для того, что, ну, показать, во-первых, что долгосрочные инвестиции, это хорошо, во-первых. А, во-вторых, посмотрите. Ну, Элилили, да, значит, 144 доллара за штуку стоит. Дороговато. Но, Сина Корпорейшн, 33 доллара за штуку. Экселиксис, 24 доллара за штуку. Это чуть больше 1000 рублей, ребята. Тинькофф Групп, 21 доллар за штуку. Я его брал, извините, значит, по... Ну, я по 21 брал. Сейчас он стоит 35, 33. Мэйсис, ну, просто вот, как бы, каждому доступен. 7 долларов я брал его. Сейчас он стоит 10 долларов. Что такое 10 долларов? Это 600 рублей, меньше 1000. Ну, Алексион подороже, 100 долларов. Значит, Найк подороже. Тата Моторс. Ну, посмотрите, я его брал по 6 долларов за штуку. Что такое 6 долларов? 6 и 7, 42, 420 рублей. Вот, взял 20 акций. По рублю ведро, что называется. Понимаете? То есть, если вы начинающий инвестор, вы всегда можете найти акции даже иностранных компаний на московской бирже, через Санкт-Петербургскую биржу. Пожалуйста, можно купить. Вот она, индийские компании, китайская компания, Тинькофф, российская, значит, ну, банк, Мэйсис, американская. Пожалуйста, есть такие варианты. Так, здесь, Advanced Micro Devices, ну, в общем, все равно в пределах 100 долларов. Pfizer, 37 долларов. Крупнейшая фармацевтическая компания. Сейчас они разработчики вакцины, и их вакцина, ну, одна из основных сейчас, которые будут вакцинировать. Поэтому я держу ее. Zylings, ну, 90-150 долларов, уже подороже. Cisco Systems, тоже очень, как бы, дешевая одна штука акция. Вот сейчас 45 долларов за штуку. Так, здесь 54 доллара за штуку. То есть, смотрите, можно начинать строить портфель с небольшими суммами. Вот такие акции можно находить. Почему они у меня и есть? И, если вы заметили, у меня совсем нет, например, акции, которые сейчас на слуху. Это Tesla. У меня совсем, ну, потому что Tesla, все утверждают, что она переоценена, и там все нереально. Вот. И у меня нет, скажем, акции компании Amazon. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Amazon. Так, что у нас тут? Это Tesla, наверное. Tesla сейчас стоит 676 долларов. Ну, поэтому у меня ее и нет. Вот. Просто она, посмотрите, у меня все, весь портфель разбит на процент активов. 13, 11, 10, 8. Ну, то есть, Эли Лили, почему она 13? Она была 9% от портфеля. Просто она выросла. Ее доля выросла. Буду я ее покупать? Нет, не буду. Я буду докупать те, у которых доля очень низкая. Вот. Ну, и буду покупать, возможно, какие-то новые отрасли. Вот. Вот такой подход, на самом деле. То есть, смотрите, вот эти акции выросли. Их доля в портфеле увеличилась. Я добавляю сюда доллары и докупаю акции какие-то, которые еще не выросли, но перспективные. Вот таким образом. Ну, а что касается у нас доллара, под конец уже самое вкусненькое, посмотрите. Что касается доллара. Доллар у нас непрерывно последнее время падает. И те люди, которые взяли доллар где-то вот, вот, когда он начал расти, там, до 70, вот, 77 пробил, все, говорят, дальше to the moon пойдет. Ну, и многие стали брать, 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 брать. Есть люди, которые взяли по 80, кто-то взял по 79. И с тех пор доллар постоянно падает к рублю. И конца края этому не видно. Какие перспективы у доллара? Вот, посмотрите, вот последний момент. Ну, я смотрю разных аналитиков, скажем, Евгений Коган говорит, что в данный момент он считает, что портфель, не портфель, диапазон изменения доллара текущий, то есть он считает, что будет в коридоре 72.77. Это вот, ну, как бы оценка Когана. То есть, ну, вот как бы, ну, и многие аналитики так вот говорят, что, в принципе, рублю ничего не угрожает, у рубля все хорошо. Я тоже с ними, в общем-то, согласен, что с рублем все хорошо. Недавно видел у меня открытие брокер, вы знаете. И открытие брокер в личном кабинете дает, там есть такой раздел аналитика. К сожалению, я спрашивал, они говорят, не, так сказать, публиковать его нельзя, потому что он только для клиентов открытия брокер. Если вы не клиент открытия брокер, то, в общем, кусайте локти и завидуйте. Если вы клиент открытия брокер, вы можете сами посмотреть. Есть такой раздел, сейчас я вам, ну, вот, так сказать, раздел-то я покажу. Вот, посмотрите, вот, входим в кабинет, открытие брокер. Здесь есть аналитика рынка, пожалуйста. И здесь, значит, торговые идеи, и вот они, торговые идеи. Вот, я не имею права их показывать, но они вот здесь есть. И, соответственно, там написано, что сейчас раскрою тайну, что, в общем, рублю падать не с чего, и в ближайшее время он будет расти. То есть, курс доллара, как они ожидают, может опуститься до 68 рублей за доллар. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Что будет в этом случае? В этом случае будет следующее. В этом случае будет... Ну, все хорошо с российской экономикой. Но, но, посмотрите, вот сюда, вот последний момент. Вот здесь вот раз дно, потом подскок, второе дно раз. И, ну, не знаю, возможно, это предшествует росту курса доллара, а возможно нет. Но многие говорят, что, в общем-то, за диапазон не выйдет. Еще один фактор, который влияет на курс доллара, я могу сказать, что... Сейчас смотрим на календарь и видим, что, ну, сегодня суббота, 19 декабря, завтра 20, потом 21, 27 числа Рождество. В общем-то, у всех настроение рождественское. Все хотят праздновать Рождество. Выборы, вроде как, в Америке состоялись, но президент еще не вошел, в общем-то сказать, в колею и не принял полномочия. Поэтому пока никаких резких событий я не жду. Я думаю, что, ну, будет вот такое небольшое колебание вот в этом диапазоне. Но доллар может немножечко еще и опуститься. Почему? А вот почему. Смотрите сюда. Так, вот оно. Нефть. А вот нефть дорожает, ребята. Нефть спокойно идет вверх. И все очень хорошо у нас с нефтью. Сейчас посмотрим вот здесь. Вот здесь. Посмотрите. Вот она нефть. Она идет вверх. Уже 52,30 нефть стоит, бренд, марки бренд. И, в общем, конца края не видно, что будет после Нового года. А после Нового года, согласно сделке ОПЕК+, немножечко увеличивается добыча нефти. И у России как раз вот в этом смысле все хорошо, потому что Россия увеличивает добычу нефти. Нефть растет. Вакцинация началась. Есть некоторый оптимизм в том, что экономика начнет восстанавливаться. Что нефть, спрос на нефть вырастет. Поэтому, что рублю грозит? Да ничего не грозит. Пока санкции не грозят. Байден очень быстро ожидается, что раньше лета он не начнет вводить новые санкции. Поэтому пока перспективы вот такие. Что по индексу РТС? Вот в пятницу вот такая вот фигура нарисовалась. То же самое, что доллар, только наоборот двойная вершина. После чего, в принципе, возможно падение, коррекция. Но, опять же, нефть растет. Доллар внизу. Ну, в общем, либо боковик будет, потому что низкая активность, либо продолжится движение. Наверное. Поэтому вот такие перспективы. Что у меня с опционной стратегией? Сейчас я вам покажу. Значит, вот она. Сейчас у меня вот так. То есть, смотрите, двойная вершина есть. Двойная вершина есть. И поэтому есть вероятность того, что индекс РТС начнет падать. Если доллар начнет расти, то индекс РТС начнет падать. И тогда, ну, я просто жду, как далеко он упадет. Если он пойдет в рост, то я вот сейчас оценивал и думаю, что я переверну вот эту вот штуку. Переверну примерно вот так. Так, эти две сделки закрою, а вот эти две сделки решил совершить, запланировать. И будет, ну, моя любимая шляпа небольшая. Ну, все остальное растет, а опционы просто используются в качестве хеджирования. Ну, и, значит, я еще раз повторяю, что на акциях я никуда не дергаюсь. Я купил и держу, купил и держу. А дергаюсь как раз, ну, мне это интересно на срочном рынке, на опционах. Ну, что касается российских акций, могу показать. Здесь я, ну, не готов сейчас отвечать, наверное. Ну, из интересных я скоро буду рассказывать про вот эту снова облигацию открытия FKIOP2, которая вроде бы 94%. Ее тоже может купить каждый абсолютно. И она очень интересна. Вот. И вот эта вот штука, видите, у меня тысяча штук по рублю куплено. Но я не выдержал. 25 рублей уже в плюсе. Вот. Это из последних. То есть, вот это вот из инвестиций, которые доступны каждому. Вернее, не Россия-28, конечно же, а открытие. Вот это вот открытие. Ну, и еще у меня есть... Я рассказывал про структурные продукты, но об этом будет еще отдельное видео. Поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.